Здравствуйте! Очень я хочу поговорить о поп-ап-книгах и вообще о книгах в целом. Можно послать, что это? Книжки, 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 книжки. Наверняка у многих динарных детствах были замечательные объемные книги, которые сейчас на самом деле называют «поп-ап-книгой». Можно послать? Поп-ап-книга или же книга-бонорабная «Сладушка» — это книжка «Книгости-бонорабная», при расстоянии которой на странице поднимается очень важная книга. Это она из разновидностей книжек «Буш». Также существуют другие. По ближайшему книжку «Най» встречаются вырезы также в книжках с подвижными частями. Многие книги использовали даже премии для иллюстрации анатомических книг, и астрономических книг. Дальше. Дальше. Особенностью трехмерной книги близкой к книжке «Бонорабия» являются книги, в середине которых, как правило, является вырез, то есть, как правило, изображение у других стране, изображение у других стран, как правило, несколько главных пейзажей, атлетов. И также встречаются книжки «Бонорабия» и «Бонорабия», немного исторической справки. Неизвестно, когда земли у нас предатель первого механического аппарата книги, но одним из самых ранних конструкторов оказался байк-мистик в XIII века Бетти Берис. В XIV веке каталонский поэн-философ, начальник малинатолики, Райан Лурий, создал свою землинику логическую машину на бумаге «Бонорабия», которая уже технология которой уже напоминала «Бонорабия». В 1571 году Иоганн Бутерберг создает свой первый в мире печатный станок. Печатает первый в мире печатную книгу, Библию. Может, и дальше. Далее. Англичанин Роберт Саев в 1765 году создал первый подлинный «Бонорабия». Эта книга, которая была предназначена в ее встрече, как детей, и так далее взрослых, получила название «Алигенеада» и стала бестселлером в скором времени. И далее с «Золотым веком лопатус» я читаю 19-е. Книги с использованием элементов Попопа в это время начали издавать буквально в сумму возраста в таких странах, как Арбия, Германия. Большинство из подвижных книг печаталось в Германии, где была лучшая хромолитография. Немец Лотар Легендорфер — это тоже очень важный элемент по поводу его времени — специальные захлёпки. В общем-то, Легендорфер ввес очень значительный вклад в развитие Попопа, и современные награды, посвященные данному искусству, имеют опыт. Далее, несмотря на расцвет Попопа в Германии, с предшествием Первой мировой войны объем печати у немцев резко спал и индустрирует пчелогу падера. Далее, Попопа возрождается благодаря Выжро — редактору детских книг из Аэрбии. Выжро упускал более дешёвые варианты, которым не хватало детализации, которая была у немцев, но в общем-то не отличались яркость или оригинальность. Ваши проекты про историю Попопа. Прошу. Так, например, нет? Не надо. Мой проект... Мой проект, собственно, дизайн книги Джека Лондона «Белый год» с элементом Попопа. Задачей моей дипломной работы было создать уникальные дизайны обложки на продуктные сериалы и иллюстрации содержащие в моем видеопроизведения, а также разработать механизм объёмных разворотов на фразовках книги. «Открышка» 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 Диалистичный студент. Верст сделала мы. Определение полей. Я определила поля. В господине с внутренней сеткой. И, собственно, входит верст. Не только... Сейчас. Я могу сказать, что в данный момент книги доходят с достаточным спросом, но мало людей производит их из-за сложности производства. Так как сначала из самого начала историю покупок книг, и на сегодняшний день самая важная часть книги производится вручную. Одной из особенностей книг «Сладушек», которые сейчас на рынке, является то, что в основном текст книг сокращен. И... любых текста нет вообще. То есть... Я же решила пойти немного другим путем. Я решила совместить основные массивы текста, то есть, всю средственную книгу, и дополнить ее объемными разворотами наш институт. Моей основной задачей было создать нечто новое и достойное в интересующем мне направлении, показать перспективы, в том, что в целом перспективность попавных технологий. Белый плык Джека Лондона, который был в моей любимой книге детства, оказался мне идеальным материалом, чтобы ему создать продукты, способные погрузить атмосферу классической истории детей и взрослых. Помимо классических иллюстраций, попав сам позволяет почувствовать себя рядом с героем книги, внимательно рассмотреть ее в объеме, деталях и даже при желании кто из нас в детстве не желал прикоснуться к новому литературному герою. Я надеюсь, что смогу свои книги и смогу создавать мечту для многих детей и их персонажей. Спасибо. Я рассмотрела все эти правки, и у некоторых книг мне пришлось отказаться. Я, в частности, пробовала делить мутость главы, то есть, ее носить, но тогда круги разрушались и не было цели. На счет красных строк. Да, на счет красных строк. Я смотрела многие книги, когда она пришла домой, и современные, и советские, вот я даже, наконец, вас не купила и все же время. Дело в том, что в советское время было утрачено культурить фотографию, и она возрождается именно сейчас, и наше с вами дело возродить культурить. И я решила, поскольку я не делаю красный, ой, поскольку я не делаю область, то, собственно, ваше самостоятельность очень рада. Но если вам нет обещания, более платил, то его имеет смысл учитывать. Точно так, что да поменяли? Да. Я поменяла. Меньше. Я сделала меньше. Еще меньше. Вы не чувствуете этого. Понимаете? Маш, если в этой семье люди лучше читать современные книги, когда вы укладываете в ручку, последний цирк, то, что не заточиться на одинаково, если она еще облирает, то, что не будет. Дело в том, что у нас не просто обучение, обучение, а обучение как раз традиционное неподадочное обучение они как раз не везут. Да? Полография, потому что она была страчка. Сейчас существует огромное количество из вас, книг будет правильно быть полография. Известно, которые вы будете читать, вам сделают полографию. А вот нечестно, в первой строке первого абзаца, после заговора. И наши с вами дети, специалисты как раз в своей ципографии, а не оттапливаться обратно. То есть, наоборот, как бы стиры, вы не все. Ну, пошли. лицензия. «Белый клуб» это очень известный с глубокими иллюстративными традициями произведений. Взявшись за него, начинающему художнику, легко было попасть в повторение аналогов. Вспомнице, попыталась найти себе изобразительное решение, а это говорит о творческом подходе к поставленной задаче. Использование рельефно-объемных иллюстраций на форсане усиливает запоминаемость образов и активно вовлекает процесс чтения, делая его игроким и интересным. Общее впечатление от работы – это очень современный, востребованный продукт. Конечно, на полках в межных магазинах можно увидеть замечательный зарубежный образ от них поп-ап, но отечественных решений очень мало, поэтому это смелая заявка на будущую специализацию востребованность на рынке труда. Решение иллюстрации в объемной пластике требует от иллюстратора определенного классического мышления, которое, несомненно, помогает в создании архитектоники книжного блока. Очень приятно и отрадно, что Мария взялась за этот непростой труд, который заслуживает только похвалу. Дипломнице удалось выстроить рейт визуального материала от обложки к шмуститным иллюстрациям, которые не мешают чтению, а дополняют его создают увлекательный мир. Найдено соотношение между изображением и текстовым набором. Весь трой разворотов построено ритмически, выгоден и закончено. Весь дипломный проект сделан на высоком художественном профессиональном уровне. Дипломница показала себя, как сложился все профессионал. Ее дипломная работа заслуживает высшей оценки. С Машей даже, наверное, на эту тему помогал, чтобы не могла быть на основном курсе.